Как лечить сердечную и почечную недостаточность диетой? Одним из способов, которым продукты животного происхождения – мясо, яйцо и сыр – могут способствовать сердечным заболеваниям, инсультам и смерти, является производство вещества, вызывающего атеросклероз, называемого триметиламиноксид. С помощью некоторых бактерий кишечника, холин и карнитин в продуктах животного происхождения могут быть преобразованы в тмао. Но, подождите, я думал, атеросклероз – жёсткость артерий, связанная с накоплением холестерина. Холестерин по-прежнему остаётся главным. Триметиламиноксид просто ускоряет процесс. Триметиламиноксид увеличивает способность воспалительных клеток в атеросклеротической бляшке в стенках артерии связываться с холестерином ЛПНП, что увеличивает их способность поглощать холестерин. Итак, это просто очередная часть головоломки того, как холестерин вызывает сердечное заболевание. И триметиламиноксид не только ухудшает атероклероз, способствуя инсультам и сердечным приступам, но и сердечной и почечной недостаточности. И если посмотреть на группу высокого риска, например, диабетики после сердечного приступа, почти все, кто начинал с самых высоких уровней триметиламиноксида в крови, продолжил развивать сердечную недостаточность в течение двух тысяч дней или около пяти лет. Тогда как только у 20% из тех, у кого были средние уровни, началась сердечная недостаточность. И ни у одного из группы с низким триметиламиноксидом. Не только люди с сердечной недостаточностью имеют более высокие уровни триметиламиноксида, чем контрольная группа. Но и те, у кого серьезнее болезни сердца, имеют более высокие уровни, чем люди более легкой стадии болезни. И если проследить за людьми с сердечной недостаточностью в течение шести лет, половина из тех, кто начинал с самых высоких уровней, были мертвы. Этот результат с тех пор был повторен в двух других независимых группах пациентов с сердечной недостаточностью. Вопрос в том, почему? Скорее всего, это не просто дополнительный атеросклероз, так как на это уходят годы. У большинства из тех, кто умирает от сердечной недостаточности, сердечная мышца просто глохнет, или появляется фатальный сердечный ритм. Так что, возможно, триметиламиноксид оказывает токсическое воздействие не только ускоренным накоплением холестерина. Как насчет почечной недостаточности? Люди с хроническим заболеванием почек особенно подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, как полагают, из-за разнообразного множества уремических токсинов. Это токсины, которые обычно отфильтровываются почками в мочу, но могут накапливаться в крови, так как функция почек ухудшается. Когда мы думаем об уремических токсинах, мы обычно думаем о токсичных побочных продуктах из белка, гниющего в кишечнике. Именно поэтому специально разработанные диеты на растительной основе использовались в течение десятилетий для лечения хронической почечной недостаточности. У вегетарианцев изначально формируется менее половины уремических токсинов, но это не единственные уремические токсины. Триметиламиноксид от распада холина и карнитина в основном в мясе и яйцах может повышать риск сердечных заболеваний у почечных пациентов, препятствуя обратному движению холестерина, то есть препятствуя попытке самого организма избавиться от холестерина. И действительно, чем хуже работают почки, тем выше уровень триметиламиноксида. И эти повышенные уровни коррелируют с количеством зубного налёта, они закупоривают артерии в сердце. Но сделайте пересадку почки, получите рабочую почку и уровень триметиламиноксина упадёт. Итак, триметиламиноксид считался своеобразным биомаркером ухудшения работы почек. Но потом было опубликовано это исследование из фрамингемского исследования сердца, которое обнаружило, что повышенный уровень холина и триметиламиноксида у людей с нормальной работой почек вызывал повышенный риск развития хронического заболевания почек. Предполагаю, что триметиламиноксид является одновременно биомаркером и сам по себе токсином. Действительно, если проследить за почечными пациентами некоторое время и оценить вероятность их смерти, те, у кого более высокий триметиламиноксид, даже при контроле за работой почек живут значительно короче, указывая на то, что это индуцированный диетомеханизм прогрессивного рубцевания почек и почечной дисфункции, указывая на необходимость сосредоточить профилактические усилия на диетических изменениях. Как это могло бы выглядеть? Ну, может быть, следует сократить диетические источники триметиламиноксида, такие как некоторые виды глубоковидных морских рыб, яиц и мяса. Но, это также зависит от того, какие бактерии кишечника у вас есть. Помните, что если накормить веган настаиком, и у него всё равно не будет триметиламиноксида, потому что у него нет бактерий, питающихся карантином в кишечнике. Исследователи надеются, однако, что однажды они найдут способ повторения эффектов вегетарианской диеты с помощью селективной, пребиотической, пробиотической или антибактериальной терапии.